приветствую любителей бобров и градостроительных симуляторов эфир инженерный подход канал фигакс продолжаем играть в timber born 2 серия пережили мы в прошлый раз первый цикл засухи вот у нас сейчас цикл 2 и нам надо готовиться к будущей засухи на немножко я тут подумал так хорош поджать и прикинул путем нехитрых вычислений понял что вот на остаток чтобы построить дамбу кстати приоритет наверно надо нормальные уже выставить чтобы достроить дамбу нам нужно 140 бревен половина есть но вот этих вот сосенок явно не хватит на то чтобы выполнить сию цель вот эти деревья я пометил тоже под снос под вырубку но нам пока не хватает рабочих рук посчитаем значит один работает здесь двое здесь еще двое на стройке два строителя получается у нас 5 еще двое занимаются фермерством и того 7 плюс двое на водокачки 9 и двое на сборе вот они 11 сбор черники нам сейчас очень нужен хотя его по-хорошему бы сюда поближе переставить так надо сразу небольшой quality of life себе сделать поставим наверное мы одного сборщика сюда и и и и и и и наверно вот временно какую-нибудь рампинку сейчас про блин нет дерево мешает чтобы им поменьше находить ну к ладно короче вот так сделаю поставлю еще здесь парочку просто меньше бегать пошел собрал отнес а потом пацаны разнесут уже куда надо там на склад или пожрать просто пойдут вот а вот это вот канитель я ставлю на паузу потому что чувствую я мы нифига не успеем лучше вот так сделать на всякий случай 3 а запа узел а эти они просто не достану план такой вот это мы сносим но это всего лишь береза это по единички бревна тут очень мало сначала нам нужно под накопить еды как видите морковку уже все сожрали но это не беда уже высаживается новое деревья высаживаются тоже здесь и кстати насчет деревьев здесь нужны клены клены я думал как мне организовать и пришел к выводу что я все таки нужна дорога вот такая вот деревья 90 процентов девяносто один скоро вырастут и вот так вот клены посадим тоже 4 ряда но тут видите какой косяк просто у меня лесниче ты уже закончил все а почти закончил вот собственно высаживать надо вот здесь клены накидать таким вот образом сюда пожалуй тоже кленик накинем и вот сюда тоже один накинем и нужно подготовить место для дровосеков вот отсюда я их уберу вообще удалю нафиг и где-нибудь здесь вот так у двух дровосеков поставим то есть вот эти две клетки мы оставляем пустыми а лучше даже вот так эти сосны уже посажены они вырастут со временем сами но не посажены буквально вот еще дня не прошло вот они дорастут точно так же как вот эта мелочь вся да они вырастут их срубят здесь я то сажу клены все равно им еще 30 дней растеет пройдет не один цикл далеко не один и вот здесь вот поставим и сейчас сразу флаги дровосеков 2 и 2 еще с этой стороны того 4 будет и в принципе нам вот вот этой вот территории для снабжения вот этой территории хватит чтобы снабдить лесом нашу колонию нашу деревеньку и вторую ферму я планирую воткнуть где-то тут так как у нас вот это за пруда остается но блин в нее вода не попадает вообще и не начнет попадать пока не закончу эту дамбу поэтому как-то я пока не хочу опасаюсь я сюда дополнительно ферму досаживать какую-то ну еще одну строить делать так посев приоритет все нормально а вот морковки я бы увеличил пожалуй что вот сюда по возможности и вот сюда еще один ряд вот так они может и не успеют все это отработать а тут вообще земля сухая но чё посадит то посадит куда дотянуться потому что ну понятно что засуху пришла слишком быстро и не вся морковь успела паз поспеть созреть я очень надеюсь что мы у нас четыре дня имеются тем более сейчас только первый день идет то есть вот это вот точно должно успеть созреть четыре дня у нас должно быть запасе так это добавил это добавил это посчитал тринь 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 еще мысль у меня возникла вот эту тропинку но здесь немножко изгибнуть ее придется хочу проверить как это работает поставить вот тут вот лестницу внизу в воде снизу про прорисовать прочертить дорожку и здесь наверх лесенку и если это сработает если у нас бобры смогут попасть на этот берег плавь то они начнут рубить вот эти каштаны сначала соберут собственно каштаны которые тут поспели вон их даже видно вот они торчат а потом посрубают и если все сработает то с одного дерева 4 бревна этого может быть даже хватит чтобы там бы закончить атаковать план снимаем с паузы можно даже на ускорение да кстати еще мне нужно обязательно бочек побольше следующая засуха будет более жесткая бочки я наверное временно тут воткну еще две и дам по ним приоритет повыше вот их надо по-любому построить так это на паузу давайте-ка мы вот этих ну да я пока пробить не буду ждем ну это здесь можно греть сразу воткнуть если что кстати фермерский домик идеально умещается на крыше небольшого склада и можно их вместе из собственно и строй и вот тут я так и планирую сделать но пока у меня нет четкого решения вопроса с этой вот заводью я ничего делать не буду пошли клёна высаживаться прекрасно клёна высаживаются в принципе можно сейчас как я показывал вот вот так вот я хочу эту тропку прочертить мне интересно чем будет тут лестница ты сюда еще клетка на вторую лестницу и типа переход будет это работать или не будет неизвестно вот здесь кстати очевидно а все понял почему очевидно а теперь все лучше стало там же куст черники было то его убрали и вот видите желтеет уже линия то есть как бы вроде как райцентр сюда дотягивается до область действия строителей но это капец как далеко ну и нужно уже подумать о том чтобы грузчиков завести еще кого-нибудь процесс инкубации пока 4 инкубатора оставлю здесь принципе можно еще парочку докинуть но я подожду так поставили поставили отлично это можно нет запас это можно сносить она здесь лишнее пусть занимаются сбором еды но у нас как бы да и постройки рабочих не хватает я так понял не скоро у нас появятся новые рабочие руки поэтому может быть сколько у нас 90 90 науки я думаю а стоп 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 рабочие руки алё вот они рабочие руки они все посадили и обратите внимание здесь растет то есть даже на этих клетках которые казалось бы вроде сухие на них тем не менее орошения хватает под кроме вот этой одной вот она точно сухая все остальные нормально работают окей приоритет ставим на сбор на будущее пока что на паузу у нас два безработных но как бы одна вакансия есть давайте-ка мы хотя вот у меня строители пошли работать сейчас вот этих дровосеков организуют у меня там сразу рабочие места заполнится бочки готовы ништяк и у меня получается строители сейчас неудел вот они закончили счета изолированы в смысле изолированы а ну потому что дороги нет никакой вполне логично поэтому да давайте их то на паузу поставим пока что организуем работу вот здесь смысле не хватает два рабочих а тут же два сборщика сборщика тудым сюдым костер делать не делать не знаю я хочу поэкономить бревна на самом деле без бревен очень грустно попробую я поставить вот здесь вот лесенку как планировал пускай строят уж на лесенку то мне сколько там 5 бревен не жалко а дальше мне уже жалко это ждем это все ждем это собирают вот этого можно спал за снять этого на ползу кинуть и вот этого на ползу кинуть все и таким образом наука продолжает у нас работать чё нужно открывать в первую очередь какие-то бараки смысла нет кстати именно вот за счет вот этих бараков я могу спокойно контролировать численность населения сюда дровосек дотягивается он это все порубит без проблем здесь черничку соберут тоже проблем никаких что мы видим да с марика работает фишка то работает ну условно не знаю будет она хотя вот теперь дотянутся они сюда или не дотянутся смотрим жрать хотя слушай черник черники не хватает капец надо значит будет построить гриль вот здесь и начать жарить каштаны 3 площадка 25 бревен их есть у нас будьте добры обеспечьте мне пожалуйста ребята голодные черничку они есть под соберут конечно а вот дальше что делать прям грусть печаль пушки неожиданно у нас так по еде просадки лютые рецепт не выбран жареный каштан подожди пока паузу вот это они достроят сюда мы тропинку закинем она бесплатно и и не жалко здесь поставим сборщиков каштана каштана и если все прям хорошо будет то вот здесь мы можем наравне с морковкой добавить еще и жареных каштанов на хранение сырые я не хочу до кидать это конечно можно и сырые а черт с ним давайте сырые тоже сюда наложим просто нехорошо здесь сырые тоже хранить я потом отрегулирую сейчас просто у нас экстренная ситуация блин жрать нечего и нам нужен рабочий сюда же даже нужен рабочий пока вот это на паузу ставим еще у нас инкубаторами половина потом им надо будет еще вот интересно они взрослые отсюда вылезают или детишечки будут вот прям вот большой большой вопрос да вот смотрите наш строитель получил баф мокрая шерсть ему по кайфу и он занимается стройкой прям в воде ништяк же то есть это работает значит мы каштаны можем срубить ухты у нас тогда есть древесина слушай то получается что древесина то у нас есть об и готова и он сейчас построят эти флаги сборщиков и вот мы дотягиваемся сюда уже безо всяких проблем ща будем каштаны собирать счете не хватает собственно каштана не хватает так кстати гриль логично ожидаемо еще и бревна потребляет из одного каштана дает целых два жареных блин профит офигенный профит но нужны сборщики я пожалуй временно вот это выключу сейчас он построит один есть второй есть все еще они пойдут на собирают каштанов с едой мы более-менее сейчас будем в достатке вот каштаны появились 9 штук они достаточно активно здесь растут собираются сейчас они обголодают все эти деревья их потом срублю частично например вот этот кусочек деревьев я оставлю на рассаду а вот эти вот посрубаю все о достраиваем дорожку это у нас больше не изолировано соответственно так это можно поставить на паузу это можно спал за снять одного дровосека отсюда не лес таскают со временем напрашивается погрузочный пост но блин нам не хватает рабочих рук рабочие руки вопрос времени сейчас все будет сейчас и каштаны пойдут потому что 24 вот они пошли сразу жареные каштаны у нас все ништяк чернички у нас нифига нету этот чувак у нас несет вода принципе пусть несет вода тут видите есть такая волшебная галочка переносить запасы между складами в фоновом режиме это значит что люди работа люди бобры работающие вот таких вот местах за неимением другой работы начнут подрабатывать грузчиками таскать ресурсы туда где они должны храниться шоу нас по а морковка ща поспеет на следующий день уже у нас будет морковка вот так вот незаметно у нас ну да четвертый день и здесь время летит чё у вас тут все хранение каштанов 5 штук осталось все собрали давайте воткнем сюда парочку вот таких пацанов и пометим на вырубку наверно вот это вот так вот так вот вырубку пометим эти каштаны отрогать не буду они через восемь дней но они все как-то одновременно и очень нескоро созреют можно здесь паузу ставить здесь тоже паузу это они сейчас достроят опять голодный пришел да что ты будешь делать чё все голодать так вода вода у нас битком ништяк можно вот это вырубить итога три безработных этого врубить эти на паузах с них я бревна унесу и потом это все постройки удалю вот это можно тоже удалять запасов нет здесь бревен 10 и все вырублено вот это можно нет вот еще одна деревца осталось пущай да рубит и потом я это дело отменю здесь какие-то вон сосенки еще растут а ему дальности не хватает ну ладно нам это сосна погода не сделает это пусть остается это они достроят эти сосны они по вырубают потихонечку они спокойно достают везде и собственно все так закидываем клёна только в одном месте закинулась ладно пофиг тут конечно можно эту тропинку выпрямить немного но я ее да давайте поправлю это вот так сделаем тогда все по феншую докинем сосенок докинем кленов а это можно и морковкой в принципе до кидать о творите высохла сама без засухи без ничего она высохла самостоятельно можно в принципе вот это с паузы снять через три дня нас ожидает засуха мать ее дождались где мои бобря то я предупреждал что дамбу мы построить не успели вот это вот не сделайте мне очень нужен лес там капец как нужен лес так лесничий а ну у него там работы хватает где бы клюна еще разметись вот тут это достроили рабочие есть пошла жара рубит каштаны здесь бревна таскают это можно с паузы снять это можно с паузы снять а дальше я паузу включу на бар все странно она отображается тут есть стоп я походу не там паузу поставил а это что тогда такое а дорога тьфу ты блин не меня дамбы интересую вот дорога ты чё чё на паузу ставить то есть прикинь можно не построенную типа дорогу поставить на паузу чё запрет ащи еды у нас собственно на каштанах и держимся пока что морковка подъехала снимаем рабочее место с паузы так как высокий приоритет сейчас откуда-то соскочит пацаны я пожалуй вот это пока поставлю на паузу здесь рубить нечего эти должны пахать на полную и да у нас получается перед засухой полный вообще full house моркови но нет никакой больше заводи ничего такого блин нам на этой морковке нужно продержаться будет очень долго с одной клеточки у нас всего три единицы малышня так у нас один помер от старости но 4 бобра родилось значит они просто именно вот мелкими вот так вот появляются да вот они собственно и есть живут тоже в бараках и большие и маленькие все живут бараках просто значит эти вот инкубаторы нужны для самого факта появления бобра на свет потом ему нужно точно также повзрослеть и два дня два дня я очень сильно боюсь что нам не хватит этой моркови но закончить дамбу мы никак не успеем 100 штук а нам нужно бревен 1 2 3 4 5 100 ну более-менее хватает укладываемся кстати кстати укладываемся если не обращать внимание на все остальное мы укладываемся так что давайте родные строители у нас одно место без работы лесник без рабочих а лесник не нужен нам не нужен лесник водокачка вся битком все бочки 200 воды у нас имеется я думаю этого хватит инкубаторы ну пускай работают черт с ними морковь ну в принципе с учетом того что у нас приличное количество каштанов кстати а чё тебе я тоже наползла доставить и до кинуть например строителя все порубали все деревья где могли порубали клен докинем тынь-тынь-тынь еще два деревца добавилась нет запасов нет запасов нет запасов это сносим это мы снесем потом это еще подрастет здесь еще какие-то сосенки подрастут но преддверии засухи конечно да будет жесть здесь они все срубили я это пожалуй тоже на паузу воткну это с паузы сниму 1 и и и и и и и нет запасов и еще одного на каштаны вот так направлю все вся надежда на строителей за сутки они не закончат дамбу по-любому здесь у нас все посохнет потому что это заводие можно кстати снести но мне жалко 20 беременность честно было 100 с чем-то бы стала за ночь 90 осталось как-то прямо не еду уничтожают очень быстро 15 учинку батаре работают вот нужно не проморгать момент когда вот по вылупиться очередная партия так сказать и на этот момент как раз это будет плюс 4 и того 18 ну там кто-то от старости помрет понятно да главное не проморгать моменты вырубить нафиг инкубаторы потому что вот требуется питательное вещество они еду жрут как не в себя если я просто на паузу поставлю скажу выкол они перестанут потребляют то есть или процесс инкубации вниз пойдет он просто на месте застопорился читы блин просто какие-то читы все началась засуха приплыли достроить там бы не успели буквально совсем чуть-чуть да 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 воду натаскиваете по вас по максимально по возможности все еще идет сбор но благодаря тому что они вот хоть оставили совсем чуть-чуть вода все равно уходит но уже не так вот все высохло насос на паузу соответственно это можно снять паузу фермеры продолжают собирать долго и мучительно урожая видите два фермера они не успевают обработать такой объем так здесь мы достроим здесь мы все доделаем все ждем нам надо переждать 6 дней продержаться аж целых мать его 6 дней с ума сойти при этом из еды у нас вот только морковка которая еле-еле так сохнет в течение полутора дней но я думаю и успеют сюда собрать до конца потом нам останется сидеть ждать зато наши прекрасные строители наконец-то сейчас завершат а мы можем вот эту черничку под собрать мы можем эту черничку под собрать например так кинуть дорогой вот так достаточно просто работы главное чтобы хватило строителям вроде достают то есть если чё с этой черникой мы переживем давайте ка я сниму с паузы инкубаторы ничего страшного если они будут жрать еду мы немножко обеспечены тоже можно вот так это спал за снятию того у нас на постройке даже не хватает резу это у дровосека можно вырубить этого можно вырубить один безработный тут они поставили черничку соберут проблем никаких здесь можно даже соединить наверное дороги ну ладно не буду блин как же все во время три безработных блин напилить что ли у нас всего 25 бревен заметьте бревен у нас нет больше ваш п есть вот каштаны как нз можем будем считать вот тут еще какие-то клёны внизу но они внизу блин до них еще мы туда не спустимся от на две лестницы строить платформу которую еще надо открыть я думаю на чем не науку потратить чё нам приоритет на механическая мастерская делает шестеренки нафиг не надо бумажный завод печатный станок для книжек это все не надо хижина подсочников дает работу подсочникам которые добывают из деревьев смолу и сок подсочники вален неужели есть такое слово древесная мастерская смолит собственно доски склад но для этого бревна нужны для всего нужны бревна нам нужно вот это вот большая бочка она вмещает в себя 300 единиц воды но блин для ее постройки нужны шестерни не канает потоковый датчик офигеть вы его обозвали раньше это было просто какая-то то ли блин то ли вешка то ли что-то на подобие она называлась тупо палка опущенная воду в воду и она позволяла определить уровень воды собственно тут так и есть в глубину и течение водоотводчик металл металл рано еще об этом думать энергия тоже рано наука благополучие зуботочильный камень можно поставить хоть сейчас где-нибудь вот тут вот здесь его поставлю бам пусть будет мало ли у кого-то зубки обломаются и мы сразу быстренько починим двойной душ место где бобры могут освежиться перебьетесь мне воду жалко больничная койка это если кто-то заболеет терраса на крыше у нас нам надо на эту крышу еще как попасть костер 15 бревен мне жалко вот сюда мне не жалко 5 бревен вот сюда 15 жалко украшение я уже говорил про горшок за 12 бревен нафиг нафиг я его потом поставлю когда у нас вот этого всего созреет ладно ждем еды 168 и еще есть небольшой запас безработных тебя спал за снимем тебя спал за с ними вот этого дровосека спал за снимем ну и все пока ждем остается только ждать на максимальной скорости прокручивать это дело без а он одуванчики собирает одуванчики нужны для медицины тут по моему это в благополучии где храм аптека производится лекарства после чего они распределяются по больничным койка вот по этим вот то есть одуванчик вода бревно и мы получаем лекарство по факту эти одуванчики не нужны на данный момент конечно тут бы какую-то планировочку запланировать но видите у нас два барака 20 жильцов у хвостов мира или как-то так они там звались до один домик занимает на три человека на три бобра один домик занимает те же самые 22 на три клетки ну и высотой один этаж то есть чтобы обеспечить жилье тем же 20 бобром мне нужно было построить как минимум 7 о повзрослели слушай у нас три безработных повзрослели пацаны три безработных 4 безработных мне столько строителей нафиг не надо давайте на ферму посадим просто чтоб было лесничий сюда 1 и остался один безработный запил направить запасов нет это можно вообще сносить когда бы мне направить еще одного рабочего сюда нужды нет инкубаторы главное не проморгать но я увижу что здесь детишки появились я тут сразу на паузу это дело поставлю еще одного безработного давайте насосы один насос включу осталось три дня половина засухи пройдено пережито нормально держимся пока что можно даже здесь еще одну бочку на будущее поставить или вот так вот ее воткнуть пока все ровно а чего вот это не собираете а понял склад нужен склад для склада нужны бревна сорян пекарь чему через натуре пекарина ну блин каштанов нет смысла пекаря короче как то так приоритет на пассив да все верно ждем ждем подождем теперь у нас есть вот это вот тамба у нас во время засухи вот здесь вот останется водичка и вот здесь вот она останется это можно вообще снести сейчас это можно смело сносить у нас здесь вода останется потому что ей некуда деваться чё тут у нас еще есть бассейка есть за 250 короче на все нужны бревна святилище духовность святилище 20 бревен сейчас мне бесполезно что-то открывать разблокировать потому что бревен всего 20 штук и это прям вот вообще капец какой неприкосновенный запас нам нужно просто дождаться воды появление осталось полтора дня всего а затем надо будет уже планировать вторую ферму обязательно потому что вы видели как долго возились два фермера с этой огромной плантации мне по-любому вот здесь надо ставить склад и и вторую ферму я наверное даже это дело сейчас запланирую аккуратненько так склад поставим блин как было так похитрее то воткнуть наверное я вот так поставлю склад сразу на паузу естественно вот так вот подожди на склад надо ферму вход ферму с этой стороны пока не построят склад фермой не займутся но на всякий случай тоже на паузу и кину и вот так деревянная лестница и и все равно не построят без досок но тем не менее ладно а сюда какую-нибудь клубу можно воткнуть я хотел сюда поставить ферму в этот вот закуток но чё-то вот видите получается что с этой морковка они не успевают и знаете чё раз такое дело тут надо эту территорию немножечко половинить то есть сколько у нас тут моркови до хренище и вот мы можем наверное как-то это так срезать то аккуратно вот этот кусок например вот это оставить все под морковью вот так например а вот кусок даже еще один ряд моркови а вот сюда накидать подсолнух подсолнух по моему они жрут прям так если я правильно помню эти проверять жареные каштаны плюс 2 семена подсолнуха плюс один ну да обычные семки чё нам дают семки семки пять дней две штуки морковь четыре дня три штуки но вы поняли до семки вообще не вариант с только для разнообразия картофель 6 дней одна штука но если смотреть сюда одна картофелина которая зреет шесть дней дает нам на выходе 4 единицы еды 4 жареных картохи а жареная картоха на секундочку блин да чего вы голодаете идите кушайте блин у вас битком вас полным полной еды 57 и сутки до конца засухи то есть вы успеете хотя блин есть косяк есть такой ощутимый косячок что вот они после окончания засухи посадят чуть не пропустил уж успел они жить посадят морковь и нам нужно будет с момента посадки моркови еще четыре дня пережить как-то ах ты же болеем опасно мы сейчас капец как близки к краху на самом деле если они все это съедят то будет прям вообще капец как грустно осталось буквально два куста черники и все но может что-то здесь созреет парочка кустиков может быть успеет резко и внезапно где-то раздобыть еды мы не можем к сожалению короче картоха как вы поняли штука выгодная для пшеницы нужна мельница и либо печь рогоз кубышка вообще растут на воде и для них нужны отдельные постройки сажаем здесь картох максимально только приоритет надо отдать вот морковки приоритет морковки она созреет ее сразу можно кушать четыре дня четыре дня ох больно будет сейчас нам воды то хватает прям еле-еле вприте ручку обратите внимание 40 еды на четыре дня не хватит нифига кто-то умрет кто-то по любому не доживет чё там склад сколько 15 бревен да да кстати склад можно настроить поставить здесь жареный картофель и сырой картофель например получится здесь у нас морковь каштан здесь у нас картошка и все нормально так и живем одуванчики вы тут храните приоритет черника одуванчики нафиг уберите их отсюда блин у них тут ягода еще лежат немного собственно только ягоды и остались засуха заюг закончена у нас сейчас будет вода но бобрики уже вовсю голодают давай 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 дотекай на минуту давай вперед уф пошла посадка этого дела пошла работа здесь склад 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 давайте я вас паузы сниму нам как бы терять то уже нечего все до ударе хотят жрать походу это гг нифига си ну вот вот так это работает можно сравнить уровень воды здесь ощутимо ниже и теперь следующую на следующую цикл засухи у нас вот в этом месте вода сохранится вот вот тут вот вот это все будет в воде но здесь она понятно сверху стечет к нам и все и на том это дело и остановится не ну в принципе так как нам спал за снять можно на пол за поставить все хотят жрать все хотят пить черт возьми кстати заметьте 18 часовой рабочий день и им вполне хватает сна выспаться они успевают за это время морковка посажена но четырех дней у нас нифига нет к сожалению и еды у нас тоже нет все по нулям каштаны не поспеют морковку долго ждать они сдохнут раньше черника скорее всего тоже не созреет походу все гг придется мне чет перезагружать какой-то авто сейф там они по моему какой-то периодичностью идут и переигрывать этот момент но вот автосохранение ведет по моему каждый день так я на всякий случай сохраню отдельно напишу здесь какую-нибудь засуху хотя не засуха но я-то по имел ввиду вот насел на засим о буду за серию заканчивать мы сегодня принципе успели достаточно многое сделать до более-менее как то все уже похоже на поселение но счет я не угадал с этой долбаной засухой насчет еды прям капец как не угадал с объемами но и шансов-то особых у меня не было на самом деле мы весь урожай моркови собрали хотя может быть стоило высадить больше да если чё я перезагружусь и выслужу больше морковки все это дело переиграем я в любом случае вот здесь вот все те мои действия записаны и помню возверну все в лучшем виде ну а вам всем спасибо огромное за просмотры особенно большое большая благодарность идет тем кто досматривает видосы до конца ставьте лайки подписывайтесь на канал вот это вот все ссылки все в описании под видео имеются на другие наши ресурсы и всем до новых встреч пока пока пока